Добрый день, дорогие друзья! Всех приветствую! Меня зовут Василий Рудинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. И у нас сегодня вебинар про информационную поддержку социальной деятельности Церкви и церковных социальных проектов. Давайте я представлю тех людей, кто будет мне сегодня помогать, точнее даже кто в основном будет сегодня говорить, скажем так. Потому что моя роль скорее сегодня модератора. Я сегодня буду рассказывать только про один из аспектов, который попросили коллеги рассказать. Это взаимодействие со традиционными медиа, со СМИ. Все остальные аспекты в большей степени расскажут мои дорогие коллеги. Давайте я их представлю. Это Светлана Кислова, руководитель пресс-службы Успенского собора Екатеринбурга, руководитель многих информационных... ну как она, в общем, создавала информационную службу, православную службу милосердия Екатеринбурга, и пресс-секретарь главы социального отдела Екатеринбургской эпохии отца Евгения Копиченко. Светлана, ты нас слышишь? Светлана давно знакома, поэтому я позволю себе называть ее на «ты». Светлана, скажи нам что-нибудь. Я очень рада приветствовать. Как слышно меня? Я слышно отлично. Сегодня с нами будет также Илья Агафонов. Илья – это редактор новостей с сайта «Милосердия.ру». С нами сегодня также будет выступать, делиться опытом Эльвира Парфенова. Это руководитель, директор по фонрайзингу и коммуникациям. Дома слеполухих Пучкова, Эльвира. Приветствую вас. Слышите? Добрый день, да. Слышу. Меня слышно? Да, да. Замечательно. И также сегодня будет выступать Кристина Разуманова. Это редактор пресс-службы синодального отдела по благотворительности. Кристина, тоже поприветствую, пожалуйста, всех. Да, здравствуйте. Всех рада видеть. Со многими уже знакомы. Да, отлично. Давайте тогда начнем нашу работу. О чем мы сегодня будем говорить? Я напомню, в рамках сегодняшнего нашего занятия, встречи, обмена опытом, мы поговорим о том, как рассказывать о добрых делах, что самое важное в информационной деятельности, как работать в социальных сетях, что хорошо работает, что не очень в информационной деятельности, и как привлечь, собственно, волонтеров, помощников, сотрудников, жертвовать или через информационную работу, и на какую поддержку пресс-службы синодального отдела могут рассчитывать церковные социальные проекты. Про это в большей степени расскажет Кристина, прежде всего, про социальные сети, и я расскажу про остальные аспекты. Начать я хотел бы с работы со СМИ. Самые базовые вещи, которые тоже люди спрашивают многие, поэтому хотелось бы поделиться. Я вот работаю при службе синодального отдела по благотворительности 11 лет, и некоторый опыт, может быть, не самый грандиозный, но, тем не менее, какой-то у меня есть, поэтому хотелось бы поделиться какими-то основными положениями, основными идеями в этом направлении. По поводу работы со СМИ. Нужно сразу понимать, что журналисты – это люди, которые работают в таком информационном режиме, когда у них сроки горят. У разных людей горят они по-разному, но, в любом случае, они горят. При том, что у всех горят сроки, стиль у каждого журналистов свой, у каждого СМИ свой стиль. Поэтому нужно, конечно, отличать нам информационные агентства от телевидения, от печатных или интернет-СМИ. Там разные могут быть особенности. И нужно сразу понимать, что если мы говорим про пресс-релизы, жанр такой, который никуда не делся, он все равно остается, то они обычно оформляются в жанре информационных заметок, информационных таких сообщений, которые можно увидеть на сайте информационных агентств. Хороший пресс-релиз – это тот пресс-релиз, который можно, не изменяя, сразу же взять на ленту информационных агентств. Про это в большей степени, наверное, нам расскажет сегодня Илья Агафонов. Он поделится секретами о том, как в каком виде и что именно будет интересно представителям светских, ну и православных СМИ. Чем мы обладаем? Что есть у церковных социальных проектов? Что может привлечь внимание журналистов? У нас, в принципе, есть два основных, скажем так, две основных возможности. Во-первых, это человеческие истории. Они сейчас в большей степени интересны всем, за ними гоняются, за этими человеческими историями. А мы, как люди, которые помогают непосредственно людям, нуждающимся, естественно, мы рядом с нами, вот эти люди как раз с этими историями, они и находятся. И поэтому, конечно, журналистам интересна необычная история, то, что нестандартно, то, что вызывает какое-то ощущение, ощущение, действительно, что это хочется дальше читать, интересоваться и знакомиться с этим. Ну, например, вот история про Марву из Судана, я люблю рассказывать, которая попала в наш дом для мамы московский. Она была беженкой из вот этой страны. Она не говорила на русском, она мусульманка, у нее дети. Она, причем, совершенно модельной внешности. Ее приютили в православном приюте, помогли решить проблемы с гражданством, купили билеты на родину, решили проблемы с приемом ее там и так далее. То есть решили все ее проблемы. Естественно, это интересная история. Ее, естественно, захотелось сделать первый канал, про нее рассказать. Но мы ему помогли, мы предложили эту историю. Вот такие человеческие истории наверняка, ну, плюс-минус, да, эти истории могут быть разные. Они есть у вас. И также другой аспект, который интересен у журналистов, это информационные поводы. Они могут быть двух основных видов. Один информационный повод, это может быть повод, который не зависит от событий, происходящих здесь, сейчас. Это поводы, так называемые, международные или всероссийские поводы, дни какие-то. Вот. Я повторюсь, что вот есть информационные поводы, типа Всероссийский день трезвости или Всероссийский, там, Международный день инвалида, да. Он будет, кстати, 3 декабря. Мы готовим большой пристур к этому делу. Как раз с Ильвирой Парфеновой. Вот. Есть, например, Международный день медицинской сестры. Ну, и так далее. Этих дней достаточно много в течение года. И, в принципе, по каждое направление вашей деятельности, каким людям вы бы не помогали, можно подобрать такой день значимый, например, Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиков на 26 июня. Мы обычно тоже проводим всякие разные мероприятия к этому дню. Можно подобрать какую-то деятельность, организовать что-то, пригласить и так далее. Это первое. Другое – это информационный повод. Это повод, который связан с происходящим здесь и сейчас, с международной или российской повесткой. Ну, например, сейчас, понятно, длящиеся в последние годы сам по себе повод, связанный с красными зонами, с ковидом, с вот этим служением, да, там, с нуждающимися людьми. Есть, естественно, вакцинация особая такая, слишком уже изъезженный повод. Но так или иначе, в любом случае, это тема, которая на слуху. То есть вот мы можем тоже в этом направлении думать, что мы можем предложить журналистам, что им может быть интересно. Можно выбирать или человеческие истории, или информационные поводы. Можно и то, и другое брать вместе. Лучше, конечно, вместе. Тогда, например, в Международном Дне Инвалидов мы, например, делаем пресс-тур. Это есть конкретный информационный повод. При этом стараемся журналистов привести в конкретный церковный социальный проект, показать эти человеческие истории, чтобы они познакомились с людьми, которым мы помогаем. И тем самым мы как бы делаем двойной такой, двойной интерес, пробуждаемый журналист. Что важно еще сказать? Часто получается так, что мы ждем от журналистов того, что они не могут дать. Не просите у журналистов того, что они не могут дать. Они могут дать только то, что им интересно, интересно их аудитории, их читателям. Поэтому спрашивать у коммерсанта о том, чтобы они написали какой-то, сделали какой-то видеоматериал у газеты «Коммерсант». Понятно, смысла нет. Или предлагать информационному агентству сделать тоже какой-то эмоциональный текст в жанре комсомольской правды, смысла тоже нет. Поэтому надо предлагать то, что именно конкретно у журналистов интересует конкретной его аудитории, его СМИ. Что важно? Конечно, здесь еще важно сказать вот о чем. Традиционные медиа отходят во многом на второй план. Они, конечно, остаются в том или ином виде, но они сами тоже меняют подходы свои. И в большей степени сейчас значения приобретают новые медиа. Например, вот сетевые агентства, которые распространяют короткие видео про церковные социальные проекты. Можно тоже делать такие видео с минимумом текста. Примером такого сетевого агентства является агентство «Мэш». У них только в Телеграме больше, ну, около миллиона подписчиков, читателей. Огромное число, там, миллионы в других социальных сетях. То есть по охвату они превышают остальные медиа, многие традиционные. Есть там другие сетевые агентства, есть форматы, которые раньше невозможно даже было представить. Они тоже воспринимаются по своему значению не меньше, не менее значимы, чем традиционные медиа. Но я не знаю, насколько это актуально может быть для региональной социальной деятельности. Может быть, это в меньшей степени актуально. Там по-прежнему ключевую роль играют традиционные медиа. Это имеется в виду телевидение, радио и интернет-СМИ. Но все-таки и блогеры тоже региональные, тоже активно присутствуют, активно действуют. Поэтому их важно тоже учитывать в доведении информации. Да, тоже приглашать их, возможно, соединять. Например, когда мы приглашаем и журналистов, и блогеров, это, в общем-то, неплохо. На какое-то мероприятие ключевые блогеры – это тоже, можно сказать, представители СМИ. Может быть, даже более важны они. Если мы говорим про сам подход во взаимодействии, конечно, важно дружить. Важно дружить, поддерживать личные коммуникации, личные хорошие отношения. Они могут складываться из того, что журналист может попросить не то, что касается непосредственно деятельности вашей, а может спросить просто про какую-то церковную повестку, церковный повод. Вы можете, конечно, от него отмахнуться, и дружба не сложится. А можете ему что-то посоветовать по-дружески, или направить на кого-то, предупредить звоночком этого человека. И тогда, естественно, возникают какие-то дружеские контакты хорошие. Можно поздравлять с праздниками, с днями рождения и так далее. Это тоже важный аспект коммуникации. Я понимаю, что у каждого из вас вряд ли есть целый штат пресс-секретарей и сотрудников, отвечающих за взаимодействие со СМИ. И понятно, что обычно это функция, которая соединяет в себе и фандрайзера часто, и пресс-секретаря, и еще человека по другим вопросам. В этом смысле, конечно, я понимаю ваши трудности, поэтому надо концентрироваться на самом главном. Самое главное – это ключевые СМИ вашего региона, ключевые блогеры вашего региона, не тратья сильно внимания и силы на нишевые такие СМИ, которые только в своей какой-то конкретной аудитории работают, потому что вы все равно не сможете в большей степени ими заниматься. И усилия, конечно, надо направлять на то, чтобы активно присутствовать, постоянно присутствовать в социальных сетях. Про это коллеги мои сегодня расскажут поподробнее. Если мы говорим про взаимодействие со СМИ, если у вас будет хотя бы два-три хороших информационных повода, хороших информационных каких-то темы, которые можно в течение года предложить журналистам, это уже хорошо, учитывая ваши ограниченные ресурсы. Их можно разбить по времени, понимать. Первые три месяца, вторые три месяца, еще три месяца. Примерно так вот разбить как-то, может быть, четыре этих повода будет. Вот это открытие чего-то нового в вашем проекте, по какому-то поводу можно сделать мероприятие интересное, пригласить журналистов, сделать какой-то выезд, показать им что-то. Вот это, конечно, было бы хорошо. Теперь еще скажу про другие форматы, про которые нужно тоже помнить. Они существуют. Это формат комментария на какое-то конкретное событие. Иногда его спрашивают комментарии сами журналисты, иногда нам что-то самим важно прокомментировать. Комментарий обычно это короткий жанр, это текст в нескольких, там, 4-5 предложений с описанием такой типа пресс-релиза на какой-то повод, который произошел, имеющий отношение к социальной деятельности, к социальным аспектам каким-то, или позицию какую-то мы выражаем. Есть еще формат такой, совместный проект с каким-то конкретным СМИ. Он, я знаю, в некоторых регионах реализуется. Мы берем какое-то ключевое СМИ региона или ключевого блогера региона и с ним пьем чай, договариваемся о том, чтобы они, например, рассказывали периодически на рубрике или какой-то раз в месяц делать что-то про социальную деятельность, что интересно самому блогеру или журналисту конкретному, или главному редактору этого издания. И силами их журналистов или силами этого блогера он сам делает этот материал, а мы, собственно, предлагаем обычно какие-то героев, заходы, интересные темы, интересные повороты. Вот это, в принципе, хороший жанр, потому что работа ведется самими журналистами, самими блогерами, а мы только упаковываем это все. Ну, не упаковываем даже, скорее, а предлагаем исходно материал, из которого, собственно, производится этот продукт. Есть еще формат, которым пользуются некоторые коллеги, он очень хорошо тоже сейчас популярность приобретает. Это приглашение в ваш социальный проект известных людей. Ну, не знаю, наверное, в каждом регионе есть более-менее известные люди. Это, сразу скажу, не обязательно чиновники, это могут быть какие-то артисты, известные, не знаю, музыканты, ученые, ну и так далее. Вы понимаете, спортсмены. Вот, конечно, там, федерального уровня вряд ли у вас получится там приглашать регулярно, вот, но хотя бы регионального уровня таких известных людей можно приглашать и тем самым тоже, чтобы обращали внимание аудитория тех людей, кто подписан на этих людей или следит за их передвижением, перемещением, они тоже будут как-то вас поддерживать. Ну, и слова добрые про вас от известных людей, конечно, тоже вам не помешают. Так что вот таким образом можно тоже работать. Я думаю, что это то, что про СМИ достаточно сейчас, наверное, сказать. Если появятся какие-то вопросы по ходу дела, я постараюсь на них ответить. Вот, сейчас я бы хотел предоставить слово Светлане Тесловой. Это человек, который огромный опыт имеет именно в социальном, таком информационном развитии социальных проектов, церковных служб. Милосердия Екатеринбургская одна из самых крупных в России объединяет. Я участвую все время как-то количество, я путаюсь. Вот Светлана, наверное, Света скажет точно, какое количество проектов «Этый дом для мамы» и Центр документальной помощи, автобус «Милосердия», патронажная служба. Там перечислять можно очень долго. Вот Светлана знает много полезной информации и знает ее именно не со стороны такого, скажем, синодального чиновника, как я могу рассказывать. Может некоторые вещи казаться вам слишком сложными или непонятными. Светлана знает это непосредственно из своей деятельности. Вот, Светлана, пожалуйста, тебе слово. Добрый день еще раз. Тема такая, зачем я буду говорить свой опыт. Десять лет я уже работаю в церковной вот этой структуре. У нас и служба «Милосердия», отдел социального служения Екатеринбургской епархии. Начинала я в качестве добровольца, поэтому у нас сегодня большая группа, курс у нас базовый, поэтому я буду говорить свои 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 опыты, свою систематизацию данных. А вы можете посмотреть, как это у вас можно использовать и, наверное, каждый все равно этот цикл проходит по-своему. Вася, я еще хотела уточнить, сколько у меня минут? Есть минут 15, 15-20 есть. Да, вы уже пользуетесь чатом, поэтому вы можете уже оставлять какие-то вопросы, комментарии каждому спикеру, и мы попробуем потом ответить, если у нас останется время. Итак, как бы мы ни встречались, всегда задается вопрос, зачем социальному отделу епархии у кого-то, возможно, есть свои НКО уже внутри. У нас, например, есть оформлена как юрлица нужна информационная работа. Как мы всегда сейчас слышим и транслируем с коллегами из Москвы, что язык милосердия, язык добрых дел – это самый понятный язык, поэтому мы должны пользоваться этой возможностью и говорить о том, чем мы занимаемся. У каждого из вас, скорее всего, совершенно разные социальные направления деятельности, но тут нужно просто посмотреть, каким образом об этом можно говорить. Что, в принципе, дает, если говорить о мотивации, если говорить о глобальном, зачем это нужно делать? На наш взгляд, это количественное развитие, это возможность увеличить круг единомышленников, помощников, начиная с добровольцев, сестер милосердия, а затем со временем это могут быть стать и замечательные сотрудники. Это обязательно и качественное развитие, потому что наше служение, оно так или иначе связано с финансовой, с материальной, с ресурсной поддержкой, для закрытия адресной помощи, для развития собственных проектов, для возможности привлечения сотрудников. Потому что каждый, наверное, из вас знает, что добровольцы – это здорово, но когда ты выходишь на новый уровень, уже неизбежно ты чувствуешь, что нужна поддержка, нужно уметь делегировать, и тогда вы можете развиваться. Также, кто уже из вас работает с фондом президентских грантов, с православной инициативой или другими грантодателями, местными субсидиями – это также необходимо для грантов. То есть вся наша информационная работа так или иначе связана с этими задачами. Ну и узнаваемость – это более легкие коммуникации, когда есть возможность намного быстрее решить любую задачу. Кто наша аудитория и кому и как нужно рассказывать о социальном служении церкви? Я выделила несколько блоков. Также, повторюсь, у вас разный уровень, разные города. Я посмотрела, из каких городов сегодня наши участники. Давайте начнем с того, что у нас есть церковная аудитория. Почему это важно выделить? Это разный язык, разное понимание и разная, наверное, мотивация в том числе. Я так выделила кратко. Епархия, приходы, добровольцы, кто делают первые шаги в церкви. Но и не менее важна нам не церковная аудитория, это жители района, города, захожане, которые вот мимо шли, что-то прочитали, увидели. Те, кто пока нейтрально относятся к социальному служению, но они уже знают, что есть вы, что если они хотят помочь или если им нужна помощь, они знают, куда обратиться. Ну и это категория, которая как раз позволяет нам развиваться. Среди них это и будущие прихожане, потенциальные добровольцы, потенциальные благотворители. Ну и мы всегда коммуницируем так или иначе с органами власти по разным вопросам, как по бездомной или еще какие-то. В любом случае это тоже наша аудитория. В моих слайдах будут фигурировать прихожане. Почему? Потому что, ну вот наш опыт показал, что когда мы начинали службу милосердия создавать и уже был отдел социального служения, то качественный и количественный рост дал все-таки приход, в котором служил руководитель отдела социального служения. Он был не настоятелем, а священником этого прихода. И прихожане как раз и создали первый костяк. Первый костяк сестричества милосердия и службы добровольцев. Поэтому для нас всегда привлечение сил того прихода, куда мы приходим или прихожанами, которыми мы являемся, для нас всегда это важно. Про построение информационной работы и роль руководителя я всегда рекомендую идти от простого к сложному. Думаю, у вас совершенно разный опыт, да, стартовые позиции у всех чаще всего разные. Но вот с чем чаще всего мы сталкиваемся, что мне говорят, что мешает развиваться. Это отсутствие опыта, времени, перегруженность, мотивации. Не видим ничего интересного. У кого-то есть очень сильная боязнь вообще СМИ, фото, видео и так далее. Это все можно прорабатывать, это все можно и нужно прорабатывать. И что я всегда рекомендую, что не нужно делать все самому. Обязательно нужно искать помощников и учиться делегировать, поверить. Если кто-то сомневается, что это не нужно, что информационное сопровождение социальной деятельности – это важно и нужно. И важно, чтобы это стало интересным именно для вас. Будет интересно вам, будет интересно и остальным. Это всегда возможность оперативно отреагировать на церковную внешнюю повестку, то, о чем только что говорил Василий. Ну а при звонке СМИ, когда говорят, что это сложно, всегда можно делегировать и просить о помощи при службу епархии. Ну или получить какие-то консультации. Что касается нашего опыта на старте, когда я начинала, у нас все были добровольцами. Все – это человек, который тогда только появилась в социальной сети ВКонтакте, и у нас открылся первый сайт. Это все были добровольцы. Причем именно мой опыт в Екатеринбурге таков, что у меня нет ни одного профессионального журналиста. Ну так случилось. Поэтому мой опыт показывает, что это не обязательно должен быть профессиональный журналист. Можно работать с людьми самых разных профессий. Но я к этому чуть попорее вернусь. Ну и что вот лично для меня информационная работа – это не только работа со СМИ. Василий очень правильно говорит, что это важный сегмент, и до него нужно иногда и дорасти, потому что не каждый день у нас есть такие поводы, которые могут быть интересны для СМИ. Но это как раз показатель качественного и количественного роста. Провод журналиста и помощника – это не всегда за оплату, не всегда профессиональный журналист. Как вот я сейчас себе пример написала, что вот, например, сестры милосердия ухаживают за больными лежачими и обрабатывают пролежни. Заверю вас, что ни одна из большинства из них никогда этим не занимались. Они прошли обучение, научились этому, и среди них остались те, кому нравится это делать, у кого это талант, да, и у кого есть способности к этому. Вот поэтому у нас есть самые разные формы обучения, чтобы посмотреть, найти, выявить и помогать, обучать людей, кто мог бы заниматься информационным сопровождением нашей социальной деятельности. Потому что, соглашусь, это, если честно, и трудозатратно, и энергоемко, потому что любой текст, любая фотография, любое видео – это наша жизнь, это проживание, это передача чувств и эмоций. И это не такой несухой текст, который просто написал и закончил. Если вы будете передавать свою энергию, вы будете передавать свою радость или переживание, это обязательно люди почувствуют даже через экран телефона и включатся. Ну, информационная работа, да, это командная работа и общий результат руководителя, помощника той команды. Есть исключения, когда руководитель берет эту функцию на себя, который находит в этом свою какую-то обратную связь, получает. Есть и священники-блогеры, у нас есть в Серове руководитель социального отдела, отец Алексей, но он просто потрясающе ведет социальные сети, и сам в том числе, и он в этом находит какую-то свою пользу, в том числе и миссионерские задачи выполняет. Ну, и это реальная связь с внешним миром, чтобы мы не были замкнуты сами в себе, потому что социальное служение – это все-таки человек-человек, и эта возможность донесения своих ценностей – это те реальные истории, где не нужно ничего придумывать. Каналы информации, которые хорошо работают, собственные каналы. Я выделила чаты и мессенджеры, в любом случае мы ими пользуемся, я предлагаю их использовать для коммуникации с добровольцами, с вашей командой, потому что это тоже обмен информацией, это такая внутренняя, как раньше говорили, на заводах газета корпоративная, это внутренний такой корпоративный источник. Социальные сети. Чуть позже я скажу про то, каким образом мы выбирали, и в каких соцсетях мы были, у кого есть талант видео, донесение информации через формат видео, то то же самое. Вы можете почувствовать, когда у вас достаточное количество видео и хорошего качества, всегда, пожалуйста, вы можете запускать свой видеоканал и пользоваться им, так же, как любой другой социальной сетью. Также я указала стенд прихода и пархиального управления, смотря где вы находитесь, где базируетесь. Макеты объявления тоже никто не отменял, и для меня это тоже информационная работа. Мы когда начинали, соцсетей еще не было, даже и сейчас мы не пренебрегаем этим каналом, мы им пользуемся. Макеты, какие-то важные информации всегда там присутствуют. Сфотографировал человек, воспользовался, когда необходимо. Это, например, и касается, куда принести вещи, телефон диспетчера, который принимает звонки и так далее, и тому подобное. Ну и сайты. Церковные каналы я выделила как прислужбы и пархи, у которых тоже есть свои ресурсы информационные. Коллеги вот синодального отдела, ой, прошу прощения, коллеги, я не опечаточку сделала. Которых тоже есть свои ресурсы, и этим тоже можно пользоваться, когда вы что-то публикуете у себя, они всегда подхватывают. И светские каналы, вот это и городские СМИ, и органы местного самоуправления, в которых тоже есть свои каналы коммуникации. По поводу команды, где взять помощников и как определить их функционал. Напомню, да, что мы стартовали с позиции прихода, потому что понимали, что тут уже люди более-менее знакомые, какие-то послушания в приходе были. Ну вот первое, что приходит всегда обратиться к своим, к атехизатору, соцработник, молодежный клуб, воскресная школа. Можно начать с любого, потому что понять, кто талантлив в этом, нужно только попробовать. Кто-то может сам из числа прихожан первым откликнуться, а кто-то может социальную сеть прочитать, что вот, например, вот недавно коллеги объявили, что у них три вакансии, позвонит и узнает, что и как. Я написала «Человек с улицы» плюс профессиональные знания, мотивация. Я думаю, что такие примеры тоже есть. И многие люди достаточно быстро проходят погружение в церковную среду, начинают приступать к таинствам, исповеди и причастия. И иногда мне кажется, что иногда этот путь даже более такой эффективный, потому что у человека есть мотивация, он узнал о церкви, о Боге, и он очень хочет послужить своими профессиональными знаниями. У нас такой дизайнер появился, который с нами 10 лет, человек, который у нас ведет наши сайты, создает системный администратор. Вот они все пришли с улицы. Ну вот, прихожане-добровольцы храма. Выделила я также главные страхи новичка, что с ними делать. Не умею писать, нет профессионального фотоаппарата, некому наполнять соцсети, напишу что-нибудь не то. Всегда рекомендую, ну да, в нашем направлении, как и в любом, наверное, всегда нужно постоянно учиться, читать социальные сети коллег, чтобы увидеть, а как они это делают. Мне кажется, это лучший пример. Привлекать, простите, еще раз опечаточка, необходимые ресурсы через коммуникации, просить о помощи. Мы часто думаем, что если нам чего-то не хватает, и ничего не происходит, то вот что с этим делать. Но я всегда говорю, что нужно об этом кому-то рассказать. Я могу рассказать на своей личной страничке в социальной сети, что вот я ищу такого-то человека, или мы такой-то проект готовим. Самое важное, не замыкаться в себе, делиться своей проблемой, обязательно Господь пошлет решение. Обязательно нужно согласовывать с руководителем, это дает поддержку, опору, ну и молиться. Поиск информационных поводов, что может быть интересного в социальном служении. Это я так набросала, возможно, у вас свой опыт, но когда не знают, с чего начать, вот я написала, то, что можно начать с банального. Рассказывать, когда слушатся молебны о здравии, о кафистой семье, то есть есть самые разные входы, в том числе то, что уже всегда есть, например, в вашем приходе, или ваш руководитель, который несет послушание в этом храме. Фото с места события с краткой подписью, когда говорят, я не умею писать тексты. Подписать фото может каждый. Главное, чтобы указать, что там происходит, и фото должно быть хотя бы одно хорошего качества. Проповеди с батюшки, ответы на вопросы, самые популярные темы, это тоже всегда очень востребовано, и оно так или иначе с нашим социальным служением всегда связано. И благодаря этому могут прийти люди, которые потом, прочитав какой-то анонс, призыв или просьбу о помощи, могут включиться. Знакомство обязательно с людьми. Очень рекомендую всегда знакомить с вашей командой, с вашим священником, с вашими ближайшими добровольцами, подопечными, чтобы люди знали, что это вот этот человек, это вот этот, вот что здесь есть настоящая жизнь. Вот про видео, да, фрагменты мероприятий, пожалуйста, можно какие-то кусочки сейчас, в телефонах можно все с программы InShot быстренько скопировать, заставочку сделать. Это бесплатное приложение, которое, ну не знаю, за несколько, полминутки, минутку можно все быстренько сделать, подготовить к размещению. Анонсы встречи, поздравления именинников вашей команды, важные церковные даты с пояснением. Вот это все стартовые вещи, которые даже пока могут помогать создавать повестку, если нет каких-то таких событий, вот именно внешних, о которых можно было бы рассказать. Часто задают вопрос сайт или социальные сети, что выбрать. Могу сказать, что это всегда вопрос именно уровня вашей команды, уровня работы вашего проекта, вашего отдела. И пока не было социальных сетей, выбора не было. Можно было делать только сайт, и все они были очень разные, очень скромные, порой не очень понятные, потому что создавались на бесплатных платформах. Скажу так, сайт дело затратное, и финансово нужно средство, если вы делаете собственные на свои, за оплату хостинга. И, в общем, в соцсети разместить информацию гораздо быстрее. Наверняка вы это все уже знаете. Но сайт, на мой взгляд, нужен обязательно, но нужно принимать решение, пока это сайт-визитка или сайт с небольшим набором информации о проектах, потому что сейчас очень быстро технологии развиваются, сайты становятся все интереснее, сложнее, поэтому нужны помощники, и тогда я очень сильно рекомендую иметь сайт. По поводу социальных сетей, на мой взгляд, это самое быстрое, самое эффективное решение для того, чтобы работать и рассказывать о своем социальном служении. По рекомендациям мы начинали с группы ВКонтакте. Она у нас основная. Но сейчас могу сказать, что аккаунты в Инстаграме и самой службы Милосердия, вот, например, у меня чуть дальше будет статистика приюта «Нечаянная радость», говорят о том, что это для нас сейчас самая оптимальная площадка. Но у другого проекта, например, только группа ВКонтакте. У нас у каждого проекта они сами смотрят, где они находятся, но при этом я очень всегда рекомендую изучить, а где ваши недомышленники находятся, те, кто занимаются темой поддержки семьи противоабортным направлением или бездомными. Здорово, когда вы все в одной соцсети находитесь, чтобы вы могли друг друга отмечать, комментировать, опыта набираться, они все в разных местах. Если вы только сейчас создаете социальную сеть, я тоже не рекомендую сразу все создавать, начать с одной, и потом по мере потребности уже развиваться. Обязательно посмотреть на обратную связь, потому что информация подается по-разному. Это кажется, что все вроде бы одинаково, на самом деле нет. Не одинаково и требует обработки текста информации. Что еще важно? Комфортный режим по выходу публикации не слишком часто, но не слишком редко. Поэтому это тоже зависит от человека, который ведет социальные сети. Мы сейчас вышли на режим нескольких публикаций в день, порядка 50 сторис может быть в Инстаграме, но это у нас уже 14 проектов и постоянная текущая деятельность, налаженные связи со всеми командами разных проектов. У нас есть чаты, куда скидывается фотография, краткое описание. Есть помощники, которые быстренько обрабатывают и выкладывают в социальные сети. Поэтому здесь нужно смотреть именно комфортно. Если вы сейчас один, то это один вариант. Если у вас уже есть помощник, он обязательно должен появиться, то это уже другой вариант. Что еще важно помнить, что в соцсетях не всегда нужно много текста. Важны хорошие фотографии, текст по существу. То есть длинные сочинения, тем более в Инстаграме, например, количество знаков ограничено. Они сейчас не нужны. Люди очень ценят свое время, но при этом они хотят увидеть добрые новости. В том количестве и объеме информации, которую мы читаем о заболевших, о погибших, о что-то случившихся. Наши ресурсы, они вдохновляют, они дают радость, они дают уверенность и в завтрашнем дне, и понимание, что мир не без добрых людей, если что-то случилось, обязательно придут на помощь. Вот пример социальных сетей, аккаунта «Служба милосердия», 2700 подписчиков. И вот привела я пример аккаунта «Нечаянная радость», это вот кризисный центр. У них вот уже полторы тысячи подписчиков, это основной аккаунт, и ведет Ирина Наврос, вот она его и руководитель. У нее получается совмещать, но уже тяжело. Вот сейчас мы будем искать ей помощника. Ну и вот чем могут быть полезны соцсети? Я тоже человек, которому важно иметь мотивацию, зачем я это делаю. Ну вот вчера я собрала статистику, и по нашей статистике в анкете 90% новых добровольцев, которые приходят на собеседование, указали, что они узнали о службе и захотели помогать ближним, прочитав в соцсетях или поисковый запрос в интернете отправив. Через смену вот наша статистика показывает, что узнали менее 10%, но это так действительно. И вот, например, еще чем могут быть полезны соцсети в качестве такой мотивации? Вот у нас «Приют. Нечаянная радость» через свою соцсеть в Инстаграм закрывает 100% своих потребностей. Мамы постоянно меняются, кому-то нужно то, кому-то это. Все сборы закрываются благодаря одной соцсети. Ну это тоже для нас очень здорово. И это возможность показать, как проект развивается, насколько люди доверяют ему, ну и показывать о новостях, их новости. Ну вот, если кратко, надеюсь, я уложилась в свое время. Вот я закончила. Спасибо, Света. Замечательное как раз выступление. Очень подробно освещены вот именно аспекты разных направлений деятельности. И действительно, мне кажется, то, что ты выделила страхи и как с ними справляться, это особенно важно для коллег, которые только, может быть, не начинают или еще в начале пути. Я очень рад, что у вас такие замечательные результаты по эффективности ваших социальных сетей. Прямо очень приятно. Даст Бог, чтобы и у всех проектов было так же или хотя бы близко к таким результатам. Вот. И, конечно, то, что Светлана поделилась, вот важно, коллеги, это не страшно в том смысле, что можно найти помощников рядом с вами. Они часто ходят, мы об этом даже не знаем, рядом с нами ходят в один и тот же храм. И часто даже, может, начинать можно не с того, чтобы им платить какую-то денежку. Хотя, конечно, выходить на какую-то оплату, это, ну, надо думать об этом в перспективе, конечно. Конечно. Я бы хотел сейчас... Светлана как раз в развитии социальных сетей и принесет ту самую денежку, скорее всего, которую мы потом сможем вложить вот в этого сотрудника. Ну, либо его работа принесет эту денежку. Да, и я еще благодарю Свету за то, что она обратила внимание на тот момент, который я в своем выступлении не подчеркнул. Работа со СМИ, это действительно, ну, в каком-то смысле ступенька номер два. После того, что вы начнете присутствовать там в социальных сетях, у вас будет хоть какой-то сайт. И, конечно, на первых порах эту деятельность можно, вполне можно и правильно было бы переориентировать на пресс-службу епархии. Если таковая присутствует, иногда я знаю, в епархиях все этим сложно, но если таковая есть, то, конечно, к ним можно эту тему передавать. Но потихонечку, конечно, если у вас есть силы и возможности, можно думать о том, чтобы и нагрузку по СМИ вместе с пресс-службой епархии тоже брать. Спасибо. Если у вас есть какие-то вопросы, мы просим Свету не отключаться и присылать эти вопросы в чат. Света с нами, поэтому, когда вот будет пауза между следующим выступлением, наверное, можно будет ответить на вопросы, потому что сейчас вопросов я пока не вижу. Я бы хотел сейчас, пользуясь случаем хорошей статистики, хороших результатов развития социальных сетей, передать слово Эльвире Парфеновой. Эльвира, напомню, является директором по фандрайзингу и коммуникациям дома слепоглухих Пучкова. Это такой уникальный в России проект, созданный отцом Львом Аршакяном. И команда единомышленников помогает там слепоглухим людям. Это очень сложная такая форма инвалидности. И действительно очень непростая работа ведется, замечательная работа ведется у социальных сетей, которые ведет Дом слепоглухих Пучкова. Только в Инстаграме больше 20 тысяч подписчиков. Это тот пример, когда мы видим, что хороший церковный социальный проект может вполне завоевать хорошие позиции в социальных сетях. Поэтому мы просим Эльвиру поделиться секретами, как это удалось, как это можно запустить небольшим количеством ресурсов и сил, и что важно учесть в этой работе. Пожалуйста, Эльвира. Спасибо, Василий. С удовольствием поделюсь. Всегда интересно послушать опыт. Поэтому не буду рассказывать какую-то теорию, расскажу, как это было у нас. Соответственно, когда мы начинали вести свою социальную сеть, у нас была одна группа в Фейсбуке, где было порядка 300 человек. Это были какие-то наши знакомые, друзья. То есть достаточно близкий круг. Соответственно, зачем мы начали вести нашу социальную сеть? Я думаю, что это вопрос, который должен себе задать каждый, кто выходит в сеть интернет, в социальные сети. То есть первое, что нужно понять, а зачем вам это надо? Потому что иногда мы начинаем вести социальные сети, не понимая, что же мы хотим. Ну, просто все ведут, и как бы нам тоже надо. Поэтому первое, что нужно сделать, это четко поставить себе цель. Зачем нужны были социальные сети нам? Нам нужно было фандразить средства на наш проект. Потому что, соответственно, мы должны были расширять количество тех организаций, людей, которые нам помогают. Опыта тогда у нас ни у кого, честно говоря, не было такого. Это был 2014 год. Ну, конечно, мы помолились. Потому что, знаете, я верю в то, что и знаю, мы все это знаем и видим, в то, что когда у вас есть намерение, и вы даже не знаете, собственно, иногда, какими путями вы достигнете свою цель, хорошо помолившись, потом вдруг происходит, что-то происходит, и приходит решение. Так вот, у нас была такая история. Нам звонил один человек незрячий, а мы вообще специализируемся на помощи слепоглухим людям. Это одновременное нарушение слуха и зрения. Так вот, он нам звонил, позвонил и попросил помочь своей собаке. Собака тоже была незрячая. Вот, и, соответственно, это была собака Поводырь, и так случилось, что, значит, она тоже начала терять зрение, как ее хозяин. Вот, Умба ее зовут. Мы объясняем, что мы не специализируемся на помощи животным, но он так слезно нас просил, Игорь Евгеньевич, что мы махнули рукой и просто решили, ну, давайте попробуем, просто напишем текст, что вот незрячий человек собирает на операцию своей незрячей собаки. Вот, давайте кто сколько может, соберем. И сумма к сбору у нас была 60 тысяч рублей. Соответственно, не было фотографии, вдруг он нам говорит, что у него есть девочка-соседка, она пишет дипломную работу, вот, и присылает нам совершенно чудесные фотографии, черно-белые, где он в обнимку с этой собакой, слепой человек, слепая собака, вот как они гуляют. Соответственно, что мы сделали? Мы написали текст, да, и повесили искренне такое, что вот так-то эдак, понимаем, что сейчас проблем много в мире, но вот такая история, давайте, может быть, кто-нибудь сможет помочь, кто сколько может. И мы повесили эту историю в своей группе, где было 300 человек тогда, ну или 500. И с утра мы собрали сумму больше 100 тысяч рублей на счет своего фонда, даже больше. То есть сумма была там раза в три или четыре больше, чем требовалось, это раз. Во-вторых, к нам стали звонить с различных СМИ, и даже с первого канала, и они приехали, и все это им так понравилось, это необычная история. То есть это была такая мощная поддержка людей. Наша группа сразу выросла в несколько раз. Собственно, с этой историей мы поняли, что нам нужно делать, и что интересно людям в социальных сетях. То есть все начинается, конечно, с модного слова «контент». Это то, что вы будете в своей группе публиковать. И когда у вас появляются какие-то интересные истории, или вы уже сами начинаете писать в таком интересном ключе, то к вам, во-первых, и СМИ сами начнут стучаться, а во-вторых, и люди будут подписываться и откликаться. То есть первое, что нужно понять цель, зачем вам группа, и второе – контент, который вы собираетесь там выкладывать. Еще важно понять, для кого вы будете писать в своей социальной сети. То есть кто те люди, которые должны на вас подписаться. Наши подписчики в наших социальных сетях – это так называемые друзья домыслей поглухих. То есть мы формируем сообщество друзей домыслей поглухих, тех людей, которые готовы домыслей поглухих помогать. У нас есть отдельное сообщество для наших подопечных. То есть мы поняли, что лучше это разделять, потому что тот контент, который интересен нашим подопечным и тем, кто помогает этим подопечным, он немножко разный. То есть слепоглухим людям интересно одно, и информация должна быть в другом ключе преподноситься. А тем, кто хочет помогать нашим слепоглухим друзьям, им совсем другое интересно. Поэтому вот это две ключевые вещи. «Зачем вам группа и кто, собственно, в ней должен присутствовать?» Я бы всей командой, которая имеется в наличии, даже если команда из двух человек состоит, сначала вот просто села бы и для себя определила, то есть что же мы ждем от наших социальных сетей. Сейчас у нас три социальные сети активны, хотя когда мы тоже, опять-таки, мы стали работать с Фейсбуком плотно, стали приходить жертвователи оттуда, потом мы решили, что нам надо открыть группу ВКонтакте, в Одноклассниках и вообще во всех социальных сетях, которые есть. Инстаграм тогда еще только развивался. И стали везде один и тот же контент постить, выкладывать. И со временем мы поняли, что, во-первых, каждая социальная сеть имеет свою специфику. Фейсбук – это одна специфика. Это деловые люди, они более состоятельные, но и информация им, соответственно, должна преподноситься немножко в другом ключе, нежели пользователям из Одноклассников, например. «Контакт» – это социальная сеть, где присутствует в основном… Это молодая социальная сеть, так скажем, самая молодая. То есть там много подростков, много молодых людей, там тоже свой угол подачи информации. Поэтому со временем Одноклассники мы отбросили, потому что каждая социальная сеть – это ресурс. Надо понимать, что ресурс всегда ограничен. Сможете ли вы обслуживать сразу несколько социальных сетей или лучше сконцентрироваться на одной-двух? Для того, чтобы понять, какая социальная сеть вам подойдет, сначала нужно понять, кто же ваша аудитория, и потом, соответственно, отталкиваясь от вашей аудитории, подумать, где же она присутствует. Постепенно мы вышли на сеть «Инстаграм». Сейчас это наша ключевая сеть. Соответственно, там у нас порядка 22,5 тысяч подписчиков. Сегодня утром было 22,5 тысячи. На Фейсбуке сейчас порядка 8 тысяч подписчиков. И ВКонтакте порядка 3 тысяч подписчиков. ВКонтакт можно развивать и дальше, более активно. У нас сейчас на это просто не хватает ресурса. Мы сосредоточились пока на «Инстаграм» в основном. Ну и «Фейсбук», «Инстаграм» у них один владелец, поэтому там вообще можно галочку поставить, и у вас автоматически все будет дублироваться из «Инстаграм», сразу на «Фейсбуке» появляться. Но опять-таки, нужно ли вам это? Потому что аудитория немножко разная. В «Инстаграме» аудитория в основном женская. Молодые женщины, которые, наша аудитория, которые хотят сделать что-то доброе, хорошее для мира. В основном это даже не воцерковленная аудитория. Поэтому мы еще такую себе цель поставили, катехизации такой. То есть хотим показать, что у церкви совсем не страшное архаичное лицо, и что церковь делает много добрых дел. То есть вот какой-то такой целью себе тоже ставим улучшение имиджа, скажем так. Ну и, соответственно, сбор пожертвований. Это наши две основных цели. Так, что еще хотел сказать? Сейчас, секундочку. Значит, какой формат сообщений интересен сейчас пользователям? Вот до меня спикер сказал, что это должны быть короткие сообщения, которые не перегружают человек информации. На самом деле, например, для сети Facebook, мне кажется, что длинные сообщения хорошо идут, потому что там такая думающая аудитория, но должно быть сообщение интересное. То есть человек, если начал читать, ему должно хотеться читать дальше. Если это будет какой-то занудный текст, неинтересный, в духе отчета, читать это, честно говоря, никто не будет. То есть хорошо идут истории, они везде идут хорошо, в Инстаграме и на Фейсбуке. Только на Фейсбуке мы можем позволить себе более длинный формат, где-то порассуждать, а в Инстаграме более короткий формат и обязательно качественная фотография. Это очень важно. Еще мы стали использовать видеоформат. Тоже хорошо, они идут в сети Инстаграм, на Фейсбук. Все-таки лучше идут тексты, там более читающая аудитория. Популярный формат Reels. Мы долго думали, как же мы в нашем доме слепоглухих можем использовать этот формат. Такой молодежный, с музыкой. Решили попробовать и сняли одного нашего подопечного Александра, как он делает зарядку на свежем воздухе. Наложили на эту такую музыку детскую, веселую. Занимайтесь зарядкой, что-то такое. И у нас там порядка 30 тысяч просмотров. И сейчас, даже если мы в эту музыку вводим, то первое, что вылезает по запросу, это наш Александр. То есть вот такие видео, они нужны зачем? Они увеличивают охват. То есть больше людей узнают о вашей группе. Не все из них на вас подпишутся, но увеличить подписку можно только путем увеличения охвата. Другого способа нет. Соответственно, что нельзя делать в Инстаграме, еще хочется вот этот момент отметить, потому что все говорят, что можно делать, а что нельзя, мало кто рассказывает. Ни в коем случае нельзя накручивать себе подписчиков. Хотя очень хочется иногда. Вы открыли страницу, да, и что дальше? У вас, например, вы подписались, какой-то еще ближний круг, прихожане. А как дальше расширяться? И такое искушение возникает купить себе подписчиков, так называемых ботов. Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что Инстаграм сейчас очень строго отслеживает все эти моменты, и вас могут поместить в так называемый «теневой бан», а могут вовсе страницу заблокировать, или поместят в «теневой бан», когда в вашей странице вообще никто ее не увидит. И вытащить из этого «теневого бана» будет очень сложно. Официально это нигде не прописано, что есть этот «теневой бан», но на самом деле он есть. Поэтому не надо прибегать к этим способам. Частая реклама может даже вам приходить, что давайте быстро мы вам сейчас подписчиков. Они вам вообще не нужны. То есть, во-первых, просто количество подписчиков, оно ни о чем не говорит и ничего не дает. Например, есть блогеры-миллионники, открываем их страницу, у них там несколько сот тысяч подписчиков. А если мы начинаем смотреть комментарии под их хвостами, ну, те же самые банальные лайки, мы видим, что активности никакой, собственно, там и нет. То есть, и бывает даже так, знаете, просишь там какого-то блогера, иногда бывает даже за рекламу люди платят, чтобы о тебе рассказали о твоей страничке, а выхлопа никакого нет, потому что у этого блогера по факту активной аудитории меньше, чем у странички, там какой-нибудь, да, там 10 тысяч подписчиков. Но все эти 10 подписчиков – это живые люди, которые готовы в любой момент вам прийти на помощь, вот, и с вами дружат, и общаются постоянно. Поэтому важно скорее не число какое-то подписчиков большое, а качество вот этой аудитории. То есть, это должны быть действительно ваши друзья, ваша такая лояльная аудитория, члены вашего сообщества. Поэтому мы вот в доме слепоглухих формируем сообщество друзей дома слепоглухих. Мы так и называем друзья дома слепоглухих. И когда есть какая-то просьба или какой-то сбор и, да, что какие-то нужды, то люди охотно откликаются, потому что они знают дом слепоглухих, они общаются с нами, знают уже в лицо всех подопечных. Вот. Еще очень важно, скажем так, сделать героем своей странички не себя любимого и даже, наверное, не иногда, даже не тех людей, которым вы помогаете, а ваших подписчиков. То есть, они на самом деле занимаются помощью, они занимаются благотворительностью. Вот. Они меняют мир, а вы как бы такой проводник. Мы, да, мы такой проводник для них. Вот. Соединяем вот этих людей и наших слепоглухих друзей. Вот. Часто такая ошибка, когда, знаете, вот открываете сайт, например, компании какой-то, и там написано, мы в таком-то году открылись, мы такие замечательные, мы то и то достижение такое-то и такое-то. Вот это, на самом деле, никому не интересно. И слово мы даже рекомендуют не использовать в коммуникациях. Использовать надо слово вы, да, а вот вы можете сделать такое доброе дело, вы можете поменять мир и обязательно показывать тех людей, для которых можно сделать доброе дело. Показать результат. Вот. Потому что люди хотят общаться с людьми. Люди не любят общаться с учреждениями. Вот. Люди любят общаться с себе подобными. Поэтому страничка должна быть похожа на... Она должна иметь лицо. Это не должна быть какая-то казенная, там, да, сухая информация, вот, непонятного качества фотографий, где там сто человек стоит в отдалении. Это никому не интересно. Интересно посмотреть живые лица, лучше крупным планом, с эмоциями. Вот. То есть жизнь должна быть на вашей страничке. Вот. Ну и, соответственно, чем хотелось бы закончить свое сообщение, это таким инструментом, как таргетированная реклама, которую мы активно используем. Для того, чтобы разобраться, что такое таргетированная реклама, ну, нужно буквально пару часов. Вот. Это реклама ваших постов. Это реклама легальная. То есть вы платите в социальные сети за то, чтобы большее количество людей видело ваш пост. Вот. Мы этот инструмент активно используем. Но тут тоже нужно подойти с умом, потому что если вы напишите какой-то сухой, неинтересный пост, и запустите на него рекламу, отклика никакого не будет. Вот. Сначала нужно посмотреть. Например, у вас уже есть страничка. Посмотрите, какой пост у вас вызвал наибольший ажиотаж. Проведите такой анализ. Если у вас еще странички нет, посмотрите на ту страничку, которая похожа на ваш проект. Или вы бы хотели, чтобы вот ваша страничка выглядела так. То есть поизучайте. Посмотрите, какой пост вызвал наибольший отклик, где больше всего сердечек, где люди пишут какие-то свои эмоции, отклики. Вот. Если у вас есть такой пост, то именно он и будет тем постом, на котором можно запускать рекламу. И обязательно в конце этого поста оставьте призыв к действию. То есть вот что вы хотите. Например, подписывайтесь на нашу страничку. То есть человек должен понять, вот он прочитал ваше сообщение, что ему нужно сделать. Подпишитесь на нашу страничку. Приходите на нашу встречу. Пожертвуйте нам денег. То есть что-то там еще. И, соответственно, человек увидит ваш пост с обязательно красивой какой-то фотографией, которая его зацепит, скажем так. Увидит, что вы от него хотите и сделает это действие. То есть важно, когда вы запускаете эту рекламу, у вас прямо Инстаграм кнопочку дает продвигать. Вот вы на нее нажимаете, и там даже все понятно, что вам делать. Вы сначала выбираете аудиторию. Инстаграм предлагает выбрать аудиторию, похожую на вашу, автоматически. Пока у вас страничка еще не очень раскручена, не надо этого делать. Вы можете вбить, собственно, те характеристики, по которым вам нужно, чтобы Инстаграм вам подобрал аудиторию. Например, город. Если у вас проект где-нибудь в Рязани, то вам не нужна аудитория из Краснодара и Москвы. Вы себе первую галочку пишете. Рязань. Дальше вы анализируете. Вы хотите, чтобы все жители Рязани это увидели? Или вам, например, интересно только там, интересно ли вам, чтобы 12-летние жители Рязани увидели это? Или у вас есть какой-то возрастной ценз? И, собственно, выставляете вот такие галочки. Мы таргетируем по следующим критериям. Так как Дом слепоглухих работает с людьми с инвалидностью со всей России, мы географию, соответственно, не ограничиваем Москвой. Хотя наибольшее количество жертвователей у нас все-таки Москва, и вот еще Петербург, Краснодар, то есть вот это крупные города России. Но Москва, конечно, преобладает. И дальше мы выставляем интересы. Самое главное – это интересы пользователей. Социальные проблемы, добрые дела. Вы можете так и писать. Инстаграм вам там даст подсказку, может ли он по таким интересам вам подобрать аудиторию. Дальше вы выставляете себе бюджет. Начните с небольшого бюджета. Попробуйте, например, 200 рублей в день. Таргетированная реклама – это не значит дорого. Там абсолютно любой бюджет можно выставить. Начать надо с малого, чтобы хотя бы просто посмотреть, у вас есть результат какой-то, отклик есть или нет. Может быть, этот пост не понравился аудитории, она на него к вам приходить не будет. Поэтому выставляйте, например, бюджет 200 рублей в день и дальше смотрите. У вас будет кнопочка «Статистика». Можете каждый день смотреть и проверять. У вас увеличилось количество подписчиков. Если у вас в конце поста стоит «Подпишитесь» на нашу страничку, соответственно, вам нужно увеличить количество подписчиков. Вот оно увеличивается благодаря этой рекламе. Если у вас в конце поста стоит призыв «Пожертвуйте» на такое-то дело, пожертвования идут или не идут. То есть занимайтесь таким анализом. Соответственно, таргетированная реклама позволяет вам совершенно легально привлекать подписчиков на вашу страничку. Но есть такое правило. Первое впечатление уже никогда… Ну, очень сложно изменить. Поэтому подготовьте, пожалуйста, свою страничку к посещению людей. Потому что если они придут к вам… Это как в гости. Вы пригласили людей в гости к себе. Сказали, что приходите, у меня тепло, уютно. Я вас чаем напою. Настольные игры поиграем. А человек приходит, а у вас там грязно. Чай холодный. И он думает, ну чего я сюда пришел. Меня обманули. И разворачивается и уходит. Поэтому подготовьте свою социальную страничку к приему гостей. У вас должно быть уже все понятно. В шапке профиля обязательно должна быть информация. Что вы? Что вы за проект? Или что вы за храм? Да, то есть что вы хотите от человека, собственно. Там можно какие-то тоже призывы к действию. Поизучайте странички, вот еще раз, проектов, которые успешны. Вот как у них. Надо посмотреть, как у них шапки профиля. Шапка профиля, это вот Инстаграм, там вот первые вот эти строчки. Да, там, если человек частное лицо, он пишет, там, Иванов, Петр, там, Плотник. Быстро вам построю шкаф, например, да. За три дня. Звоните сюда. Вот. Обязательно контакты должны быть указаны. И когда ваша страничка готова к приему гостей, когда у вас есть какой-то уже контент интересный, тогда уже начинайте приглашать. Используй инструмент таргетированной рекламы. Ну, наверное, собственно, все. Если есть какие-то вопросы, то с удовольствием отвечу на них, поделюсь еще. Может быть, что-то пустило. Ильвира, спасибо огромное. Действительно, замечательный опыт. Мне до глубины души, я поскольку сам, в общем, знаю эту историю про слепого дедушку и слепого сослепшую собаку-поводыря. И то, как мы пытались тоже эту историю разным СМИ тоже предлагать. И действительно, все это успешно. Многим это нравится, история, действительно. Я помню, и спасибо огромное. Я не знал, что именно с нее во многом начался такой путь развития активный. Очень приятно, да. И Дом Слепогухих мы в качестве одного из ведущих церковных социальных проектов активно поддерживаем. Пресс-тур туда будет у нас организован международным отделом действия с инвалидностью. И, конечно, про опыт таргетированной рекламы. Я думаю, коллеги, вот этот опыт один из самых успешных у нас среди церковных социальных проектов. И стоит прислушаться к рекомендациям Эльвиры. Не всегда, не все используются этим инструментом, но он достаточно действенный, если его грамотно реализовывают. Так что огромное спасибо. Если появятся вопросы, мы просим Эльвиру не отключаться. Если они появятся, можно по ходу дела ответить. Вот, например, в Екатеринбурге уже Света написала в общем чате, что опыта именно продвижения платного старгетированной рекламы нет. И это тоже путь, которым вполне можно идти. Просто путь, скажем так, есть сложный, трудный и чуть более, может быть, долгий, чтобы собрать большее количество подписчиков, не знаю. Но при этом мы можем отметить, что у Светы при этом очень лояльная аудитория. Она вот предлагала нам данные, что 90% всех волонтеров приходят благодаря соцсетям. И 100% всех потребностей приюта для мамы закрываются благодаря соцсетям. То есть сказать, что какой-то из этих инструментов правильный, какой-то неправильный, мы не можем. Можно пользоваться старгетированной рекламой. И это хорошо. Но при этом нужно это делать с умом и все взвесив. Так что вот мы поэтому, собственно, и говорим об этом опыте, чтобы вы самыми лучшими наработками воспользовались. Теперь я хотел бы передать слово. У нас еще осталось два прекрасных выступления, два прекрасных докладчика. Это Илья Гафонов и Кристина Разуманова. Илья Гафонов – это редактор новостей на сайте подосердия.ру. Илья может нам рассказать про то, каким образом новости становятся новостями. А что, несмотря на наше желание, чтобы новости, значимые события стали новостями, они никогда не могут ими стать. Вот Илья – тот человек, который каждый день ставит по 5, 7, 10, сколько, не знаю, Илья сейчас сам скажет, новостей на сайте подосердия.ру, следит за всей информационной повесткой. И, собственно, это тот человек, который может ваши события тоже поддерживать информационно. И он расскажет, наверное, про то, что самое важное нужно знать, когда мы говорим про новости. И то, что нужно знать самим социальным проектом про наши информационные поводы. Да, Илья? Пожалуйста, вам слово. Дорогие друзья, хотел бы сказать, что Василий очень так широко обозначил мою задачу. На самом деле, она, может быть, даже немножко уж, но от этого не менее важна. Мы тут достаточно много и очень хорошо говорили, в общем-то, о том, что востребовалось. Мои виды. В первую очередь хочется рассказать о том, как можно использовать возможности Милосердия.ру, и как можно обратиться, что мы ждем от ЕПРХИ. Потому что, в общем-то, многие из вас знают Милосердия.ру, вот к кому-то из вас мы обращались за помощью, и благодарим за нее, за получение своевременной информации. Вот, в принципе, мы хотим сделать свой сайт лучше, конечно, и для этого нам нужно больше информации из ЕПРХИ, больше поводов, больше каких-то известий о том, о чем вы сами хотели бы рассказать и чем хотели бы поделиться. Вот критерий информационного повода того, что может стать востребовано, он, в общем-то, простой. Это, в первую очередь, то, о чем вы сами хотели бы рассказать своим близким или, допустим, знакомым в другом городе, вот какие-то такие вещи. То есть эти... В первую очередь нам нужны, конечно, человеческие истории, о чем говорили уже сейчас, какие-то сообщения, за которыми стоит, может быть, трагедия человека или радостное событие, да, то есть не отчеты. Может быть, нам часто хочется поделиться, и, может быть, ему большее значение имеет даже рутинная работа, но информационное пространство, как все мы знаем, сейчас устроено так, что, ну, становятся востребованными скорее яркие события. Мы не можем этим злоупотреблять, но мы можем это использовать для того, чтобы привлекать внимание к каким-то, может быть, более важным вещам. Вот то, что Эльвир Парфюдов рассказал про собаку-поводыря, да, тоже эту историю мы помним, помним, как ее брали, она один из таких примеров, как, в общем-то, из небольшой истории, да, казалось бы, там помогают людям, а тут всего лишь собака, но это действительно важно, и рассказывать о таких вещах важно, и мы ждем вот таких рассказов в том числе. То есть, допустим, какой-то прихожанин дает часть своей зарплаты, допустим, нуждающимся, мы хотим рассказать о нем. Прихожане оплатили какой-то многочисленный большой долг инвалида или малоимущей семьи, там, или там построили дом многодетной семье, или епархия помогла потерявшейся бабушке найти родных, или исполнили мечту неизлечим больного ребенка, там, допустим, да, или кто-то обратился с необычной просьбой, ему помогли, или крупные пожертвования особенные. Такие поводы, они могут быть востребованными, о них можно рассказать нам, и я потом расскажу, как это сделать. Мы рады будем комментариям к каким-то общественно значимым дискуссиям, если они касаются именно вашей сферы деятельности. То есть, если, допустим, у вас в епархии ведется работа по какому-то социальному направлению, и вы видите, что обсуждается оно, что в связи с какими-то, может быть, другими событиями к нему привлечено общественное внимание, то мы можем брать такие комментарии, они могут быть востребованы в этой ситуации. Ну, какие-то, если достижения есть какие-то, если решили какую-то общественно значимую проблему, то о чем сделали что-то такое, чего раньше никто не делал. Какие-то, если, ну вот, критерии важности повода, это, например, то, что касается каждого, то, что происходит в стране, если у вас есть спикер, связанный с этим, какой-то проект, что-то интересное, о чем будет рассказать всем, об этом можно сообщить нам. Если важны события в вашем регионе, ну, вы знаете, что это должно быть не только, когда, условно говоря, что взорвалось, и мы пишем, конечно, в таких случаях, что священники спешат на помощь, там, что посетили в больнице, это тоже важно, но и кроме этого, когда в регионе происходят какие-то события, привлекающие внимание всей страны, и церковь имеет к ним отношение какое-то, то это тоже, в общем-то, важно. Мы сами, конечно, стараемся в таких случаях найти контакты в епархии, в социальном отделе или через пресс-службу действуем. Какие-то человеческие драмы, которые способны привлекать внимание. Вот я хочу вспомнить одну очень полезную, в общем-то, и важную историю. В Красноярске это было, по-моему, в 16-м году, когда мать оставила ребенка возле больницы на улице с запиской, что вот у нее какие-то тяжелые обстоятельства, и я, насколько помню, глава социального отдела выступил тогда в местных СМИ, и мы, в общем-то, тоже на милосердие руль дали об этом новость, и через какое-то время мы с радостью узнали, что мать прочитала это обращение и пришла, вернулась за ребенком, и оказали помощь, потом, если правильно помню, ходатайствовали даже перед следствием, чтобы освободить ее от наказания. То есть вот такие вот истории, вот такие поводы, они тоже нам важны. Что-то в благотворительном секторе, ну, то есть как бы, как если ваш, допустим, ваш отдел или ваше НКО или какие-то ваши приходы, ведущие социальную работу, они сделали что-то необычное с точки зрения сектора, или что-то, допустим, узнали какие-то знаковые факты, увидели важные закономерности интересные, допустим, какие-то особенные акции или сборы проводят, об этом мы тоже, конечно, можем рассказать. Мы вряд ли есть смысл информировать о каждой локальной акции, то есть, ну, лучше всегда всюду, где-то кто-то на что-то собирает, где-то что-то кто-то делает, деятельность она ведется всегда. Но бывает, ну, в общем-то, тот, кто делает это, он сам видит, что делает, допустим, то, чего не делал до сих пор никто. Это интересно, важно, об этом можно и нужно рассказать. Конечно, далеко не все из того, что вы нам пришлете, пойдет в новости, но нас не убудет посмотреть, лучше присылайте. То, что интересно, и мы ждем не только собственных апархиальных поводов, мы также, в общем-то, и другие, если рядом с вами что-то происходит, о чем вы хотите рассказать, что-то особенное, важное, интересное. Смотрите, сейчас я скину в чате адрес нашей новостной службы, на которой можно отправлять письма. И мы в ближайшее время хотим сделать группу ВКонтакте, которую тоже, вот я прошу тех, кто, значит, сейчас участвует в этом вебинаре, скинуть свои странички, может быть, адреса своих страничек, которые мы можем мониторить. Когда будет группа, она появится в ближайшее время, мы пригласим туда участников. Я хотел бы также сказать о том, что помимо вот новостей на сайте Миносердия.ру, представители социальных проектов и апархиальных социальных отделов могут свои новости направлять в прислужбу синодального отдела по благотворительности. У нас в сайте декане.ру, там тоже мы публикуем эти новости. Может быть, не каждая новость попадет на сайт Миносердия.ру, но с большей вероятностью, наверное, мы сможем ее осветить на наших ресурсах. У нас есть региональная лента новостей. В любом случае, я думаю, надо дублировать и к Илье отправлять новости, и к нам в прислужбу синодального отдела. Я сейчас напишу адрес прислужбы синодального отдела, куда тоже мы принимаем новости и истории. И будем рады тоже поддерживать ваши темы. Надо еще сказать о том, что, как вы знаете, все дорогие коллеги, мы не так давно проводили первую встречу ответственно за информационное развитие социального служения церкви во всех регионах и апархиях. Я надеюсь, что все вы так или иначе знаете про это и участвовали в этой встрече. У нас первая встреча про владыки Пантелимона, руководители синодального отдела по взаимоотношению церкви с сообществом и СМИ. Вторую встречу проведет Владимир Романович Легой, да и так будет встречаться регулярно. Создана WhatsApp-группа, точнее даже две WhatsApp-группы всех участников этого общения. Поэтому я думаю, что те люди, кто еще не знает про эту деятельность, к ней можно присоединиться. Мы, собственно, открыты для того, чтобы дальше информировать об этой работе. У нас создан единый такой чат, где мы делимся своими событиями, информацией и поддержку оказываем этой работе. Я думаю, что сейчас, после того, как Илья закончится, поскольку я сейчас вклинился, простите, я тогда пришлю тоже ссылочки на эти непосредственно анкеты, которые необходимо заполнить для того, чтобы быть в курсе этих вещей, если вы еще не в курсе. Илья, пожалуйста, продолжайте. Ну, в принципе, я все уже сказал, все самое важное, мне кажется. Мы ждем и будем рады, в общем-то, хотим с вашей помощью сделать милосердие Ру более насыщенным и более наполненным именно информацией, которая идет из церкви. И не только из самой церкви, обо всех, что делается рядом с нами, что происходит вокруг, вот об этих вещах. Спасибо большое, дорогой Илья. Илья вообще человек замечательный. Илья информирует меня про многие вещи, которые происходят в церкви. Первым делом он именно присылает. У него фантастический дар поиска информационных поводов. Так что его советам стоит прислушаться. Спасибо большое. У нас остался замечательный еще доклад Кристины Арзумановой. Это СММ-редактор синодального отдела по благотворительности нашей пресс-службы. Она ведет все социальные сети синодального отдела. И, собственно, Кристина может рассказать, что именно нужно нам. Потому что мы, вы понимаете, синодальный отдел и пресс-службы – это те структуры, которые призваны помогать вашей деятельности, помогать вам привлекать внимание и помощь для ваших нуждающихся, ваших проектов. Поэтому Кристина как раз заинтересована в замечательных историях, интересных событиях. И она как раз может рассказать, как попасть к нам в социальные сети и что для этого нужно сделать. Кристина, пожалуйста. Да, всех приветствую. Очень еще раз скажу, что рада видеть многих. С некоторыми мы уже знакомы, часто переписываемся. Кто-то уже знает, в каком формате мы работаем. Первое, что хочется сказать, то, что, конечно, нам интересно рассказывать о всей благотворительности церковной, о всех проектах, но в определенном формате, конечно. Этот формат у нас в основном, точнее двух форматов в основном мы пишем. Это о тех людях, которые помогают и истории тех, кому помогают. Если вы подписаны, надеясь, на нас в социальных сетях, кто где, то, скорее всего, вы читали наши истории. Некоторые даже их присылали. Чтобы прислать свои истории, можно написать мне в WhatsApp. Я сейчас в чат сразу же отправлю ссылку, пока я не забыла. Это мой телефон, и в основном в WhatsApp я всегда отвечаю. Дальше я присылала нашу ссылочку на все социальные сети. Сейчас еще раз ее продублирую. Вот у нас эта ссылочка прикреплена в Инстаграме. Активная ссылка. Здесь у нас есть вся информация о нашей работе, в том числе социальные сети. Ссылка на наш сайт. По социальным сетям. Например, в Инстаграме. Надеюсь, что все подписаны. Можете в чате написать, у кого есть в Инстаграме страницы. У всех ли есть, или кто-то не ведет вообще в Инстаграме. Кто какую вообще социальную сеть активно ведет, или вы присутствуете во всех. Вот это хотелось бы тоже узнать. Так, Инстаграм. Инстаграм есть. Инстаграм и ВКонтакте. Основной ВКонтакте. Очень частая история, что ВКонтакте – это по регионам основная социальная сеть. Вот все соцсети ВКонтакте. Хорошо, все, поняла. Есть во всех. Так, хорошо. Спасибо большое за обратную связь. Итак, мы рассказываем человеческие истории по одной простой причине, что это, наверное, самое интересное, что может быть для нашего читателя. А когда мы рассказываем в формате того, такого личного общения в формате доверия, можно давать информацию тремя способами. То есть первое из них, это, наверное, самое действенное, это когда мы говорим на языке читателя и говорим не о том, что хотим сказать мы, а о том, что интересно читателю. То есть мы должны заглядывать при написании текста, вообще делая любую публикацию в социальных сетях, мы должны смотреть взглядом нашего читателя, насколько ему это интересно. То есть наш интерес, то, что мы хотим рассказать, он должен быть через призму читательского интереса. По фотографиям, это, конечно, должны быть качественные снимки. Если вы хотите у нас опубликоваться, это одно из самых важных требований, потому что все социальные сети, кроме Телеграма, они про визуальную часть, и этот вопрос там крайне важен. Поэтому снимки нужно, конечно, стараться делать в хорошем качестве и присылать. Какие бывают у нас форматы подачи? Это когда мы пытаемся показать человеку, что он является частью нашего сообщества. Например, у нас выходит пост о том, что нас там наградили или еще что-то. Это такая важная история, например, для проекта, для храма, для приходских служб помощи. И мы хотим, естественно, поделиться этой информацией. Это стоит сделать через призму того, что благодаря вам мы получили какую-то награду. То есть один из способов рассказать о каких-то своих важных событиях, это именно история про то, что читателю, мы говорим читателю спасибо, он должен себя чувствовать частью сообщества, которое помогает, которое делает добрые дела. История эта относится к эмоциональному контенту, когда человек пропускает через себя эту историю, когда он прочувствовал вот эту вот какую-то, может быть, боль, может быть, радость за человека. И именно благодаря вот этим чувствам и эмоциям эта история откликается в нем. И это полезные действия. Третий вариант того, как мы публикуем. Например, мы публикуем... Это можно комбинировать, естественно, все, но через полезные действия мы даем какую-то информацию о том, как нам можно обратиться за помощью или, например, что делать с алкоголезависимостью, если он не хочет лечиться. Это можно выпускать в виде экспертных рубрик. То есть у вас же в любом случае в проекте есть какие-то эксперты, которые готовы к какой-то информации поделиться. Это тоже, кстати, нам можно присылать какие-то вот интересные ответы на вопросы. Вот. Что еще можно рассказать? Если вы присылаете нам какую-то информацию, то желательно сразу же отправлять в социальные сети, в которых вы хотите, чтобы мы вас отметили, потому что это важно. У нас в ВКонтакте и в Инстаграме у нас, не скажу, что прям пока еще много подписчиков, но мы к этому стремимся. 6 600 человек. То есть мы можем специально написать о том, чтобы к вам подписались, например, ваши... ну, кому интересен вид вашей там деятельности какой-то. ВКонтакте у нас там 7000 подписчиков. Мы тоже можем направить к вам, естественно, людей. Вот. Поэтому обязательно присылайте свои странички, кого, как, где отметить. Будем с вами дружить и обмениваться аудиторией. Какие у нас, например, публикации? Вот очень хорошо заходят публикации, когда батюшки записывают какие-то видео или делятся какими-то своими историками. Тут вот полторы тысячи просмотров только. История личная такая о том, что батюшка, как он перенес ковид, о красной зоне, о том, что его ходили, там причащали каждый день и с 90% поражения, 98% поражения легких он, то есть выжил и вышел из реанимации. Естественно, такая история очень сильно отвлекается. В таких вот публикациях мы можем попросить молитвы поддержать, например, как и здесь сделано. Можно, например, поставить призыв какой-то к действию, записаться в добровольцы или еще что-то. То есть мы в конце можем стараться раз, хотя бы в 2-3 публикации вкладывать какие-то вот эти вот крючочки, триггеры, которые цепляют нашего читателя, либо побуждают в действии, либо поразмышлять в комментариях предлагают, ну, чем-то поделиться своим, может быть, каким-то опытом. Человек очень любит делиться тем, что он как бы пережил или своими какими-то знаниями, потому что каждый из нас в той или иной степени чувствует себя экспертом в той или иной сфере. И поэтому очень важно поддерживать, конечно, диалог. Еще буду очень признателен, если наши социальные проекты тоже будут оставлять у нас свои комментарии, мы в свою очередь будем оставлять у вас свои комментарии, то есть поддерживать активность на страницах у друг друга. Вот это тоже, конечно, очень важный момент. Очень хорошо сейчас идут риелс, тоже, как было сказано. Вот, например, совершенно случайно я увидела у наших коллег видео, попросила прислать, и уже за несколько дней оно набрало 9000 просмотров, хотя видео, ну, то есть самое обычное, про то, что девушка, она на жестовом языке переводит службу. Вот, видео получилось, ну, оно без каких-то там особенных эффектов и так далее, но собрало очень большое количество отзывов. Притом, что в риелс, например, текст не сразу же видно, и, ну, тут дело явно не в тексте даже. История, конечно, у Елены, вот у девушки с видео, очень интересная. Вот, то есть если у вас есть какие-то коротенькие, 15-секундные ролики, такие отрывки, то их тоже можно присылать, и мы готовы ими тоже делиться, и, ну, рассказывать какую-то вот такую историю о вашем служении. Недавно вот появилось у нас видео, о чем они выгружали, про то, как привозили уголь. Ну, вот выгружается этот уголь, и то, что там больше 30 семей получили там помощь. Вот, вот эти видео тоже, они очень такие важные. Публикации еще очень хорошо, когда мы публикуем, или вообще вы публикуете какие-то, как можно сказать, прямая речь, да, какого-то человека, или священника, или соцработника, который рассказывает какую-то историю. Вот, некоторые ждут продолжения этих историй, тоже это позволяет, ну, вот затягивать читателя нашего. Вот, что еще не рассказала. Что еще очень важно при условии того, что вы хотите, например, опубликовать что-то у нас, чтобы мы этим поделились, мы не отмечаем аккаунты, где есть сборы на личные карты. У нас, ну, как бы, часто возникают такие моменты, когда просят поддержать какой-то сбор, или когда просят вот именно рассказать, но везде сборы на личные карты, и это, конечно, усложняет процесс публикации, потому что все люди должны видеть, что все прозрачно, все чисто, да, поэтому сборы на личные карты, конечно, не особо приветствуются. Вот. Наверное, у меня все в принципе готовы ответить на какие-то, может быть, вопросы. Сергия Пасадская епархии. Нужно сказать, что сейчас ведется работа по действительно созданию единого портала, где будет представлена вся информация про все церковные и социальные проекты на территории России и других стран. С картой и со всеми данными работа это начата, и активно сейчас ведется. База данных, которая действует сейчас, она во многих аспектах устарела, и серьезно не обновляется, поэтому будет, естественно, вестись работа уже для создания новой базы данных. Поэтому, если нужно именно сейчас что-то уточнить, то можно держать связь с отцом Игорем Куликовым, контакт, которого я дал. Вот. А, конечно, мы будем в перспективе к вам признательные за данные свежие, актуальные, про все церковные и социальные проекты на территории вашей епархии для составления и создания нашего ресурса. Что еще я хотел бы сегодня отметить, дорогие друзья? Я вижу среди вас многих участников нашего, нашей предстоящей, нашего, во-первых, общения в WhatsApp. То, что касается вот именно нашего постоянной коммуникации со всеми ответственными за информационную работу. Если кто-то еще не участвует в этой работе и хочет мне присоединиться, чтобы быть в курсе всех последних событий своими поводами, новостями и предлагать для поддержки, совета. В общем, вот это все, конечно, можно делать тоже. Мы будем рады, если вы тоже присоединитесь. Вот. Я вам сейчас дам контакты нашего ответственного за вот эту всю работу для того, чтобы вы с ней связались и рассказали, кто вы, что вы. Она предложит вам анкету для заполнения. И мы тогда вас тоже включим в этот чат, если вы действительно являетесь представителем епархии или конкретного социального проекта. Также я бы хотел предложить коллегам, кто у нас хотел бы именно развития системного информационной деятельности, рассказать о том, что у нас предстоит в конце ноября наша первая своего рода стажировка по информационным вопросам. И там, конечно, с местами уже очень напряженно. Вот. Очень много есть желающих принять участие в этой стажировке. Стажировка пройдет в Москве в течение пяти дней. Вот. И предполагает общение и работу, мастер-классы и встречи с ведущими представителями медиасферы, с главными редакторами каналов, с директорами благотворительных фондов, с ведущими блогерами и так далее. То есть мы будем брать лучший опыт, общаться своим опытом, делиться. Это все будет в течение пяти дней. И проживание мы готовы для участников предоставить бесплатно. Также по питанию практически там точно возьмем на себя завтраки и ужины. Что касается вашего желания и возможности участия, многие коллеги уже записались и некоторые из них уже были одобрены. Но если вы не в курсе про нашу стажировку, то я сейчас прямо в чат брошу ссылку на Google-форуму. И, возможно, там одного человека, может быть, двух еще можно будет включить дополнительно. Если вы заполните буквально в течение сегодняшнего дня. Потому что программа уже практически полностью сформирована, списки все поданы, поэтому это, как говорится, совсем последний вагон вскочить. И сейчас я вам пришлю тоже, помимо, собственно, стажировки, подачи заявки на стажировку, вам также сейчас пришлю контакт нашей Елены Бубаковой. Елена – это координатор нашей пресс-службы. С ней можно связаться, если вы хотите, чтобы мы вас включили в наши группы в WhatsApp для общения. И она вам предложит заполнить простую анкету, рассказать о том, какие проекты вы представляете. Контакт Лены вам прислал. С ней можно связываться лучше по WhatsApp. Теперь, если остались какие-то вопросы, давайте их обсудим. Их можно, в принципе, озвучивать, писать в чат. Ну, если вопросов больше нет, то давайте какое-то время дадим еще подумать, коллег, если что-то осталось еще, давайте. Все ясно, да, понятно. Ну, давайте тогда еще раз поблагодарим всех наших дорогих участников. Мне кажется, было очень интересно сегодня послушать про опыт коллег. И, мне кажется, многие вещи действительно важны и полезны для представителей регионов, для представителей социальных проектов. Надеюсь, что мы будем продолжать наше общение. Приглашаю вас к нашему такому сотрудничеству и совместной работе. Спасибо, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok